Добрый вечер. По поручению главы государства осуществляется реализация реформ и инициатив в различных сферах. И вот как раз таки один из основных документов, определяющий дальнейший вектор развития страны, послание президента. Как документ исполняется на практике, узнаем у спикера программы интервью, Ерлан Карин, помощник президента страны у нас в гостях. Ирлан Атанубаевич, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Вот 1 сентября глава государства озвучил очередное послание народу Казахстана. Вот единство народа и системные реформы, прочная основа процветания страны, звучит документ. С чего началась его реализация? Работа по реализации послания началась с формирования общенационального плана. Этот план, он был разработан и утвержден. Состоит из 103 пунктов. Только из-за этого можно понять, насколько объемный получился документ, который охватывает самые разные направления. И работа по реализации этого плана уже началась. Приведу несколько примеров. Например, одна из таких крупных социальных инициатив президента – это увеличение минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге. И в рамках реализации этого поручения был разработан проект изменений в закон о республиканском бюджете на 1922-1924 годы. И по вопросу увеличения минимальной заработной платы этот вопрос был уже рассмотрен и одобрен на заседание рабочей группы при Мажелесе и уже направлен на рассмотрение в рамках пленарного заседания. Также разработан проект закона по внесению изменений в уголовный кодекс. Президент в своем послании говорил о необходимости гармонизации норм уголовного кодекса с положениями второго факультативного протокола Международного пакта о политических и гражданских правах, к которому Казахстан присоединился в прошлом году. И в рамках исполнения этого поручения в гемпрократуру был разработан вышепомянутый закон в части уголовного кодекса касательно смертной казни. Этот проект закона также был рассмотрен уже в стенах Мажелеса, скоро будет, ожидается уже очередное чтение. Поэтому работа по реализации основных норм и инициатив послания президента, она была начата сразу же. И в этой работе активно и совместно консолидировано участвуют и правительство, и парламент, и другие структуры. Ну, поговорим немного поподробнее. Вот большинство казахстанцев, безусловно, волнует как раз-таки вопросы социального блока. Ну, понятно, что вот они затрагивают актуальные для населения решения. И какие же инициативы главы государства улучшат социальное положение казахстанцев? Ну, наверное, одно из самых таких популярных мер в блоке президентских реформ среди населения, наверное, это является норма касательно изъятия казахстанцами своих накоплений в едином национальном пенсионном фонде для улучшения своих жилищных условий или решения проблем со здоровьем. И вот по данным, по последним данным на конец октября, если не ошибаюсь, были одобрены заявки на сумму около 2 трлн тенге для улучшения жилищных условий. И где-то на 49 миллиардов тенге были одобрены заявки казахстанцев для решения проблем со здоровьем. То есть это как раз-таки пример того, как президентские реформы позволяют гражданам здесь и сейчас решать свои такие, скажем, вопросы быта, вопросы улучшения социальных условий, жизненных условий. Одно из таких вот последних мер, это, наверное, касательно инициативы для оказания социальной помощи, например, для получения образовательных услуг. Президент на последнем заседании Национального совета в феврале этого года и на предыдущих заседаниях говорил о необходимости выделения специальной квоты при распределении государственного гранта на образование для определенной категории лиц. И эта норма, инициатива, вернее, она была сразу же реализована. В конце августа министром образования и науки был подписан приказ о выделении очередных грантов на получение образования, государственных грантов. Получили 50 тысяч человек, из них более 5 тысяч человек – это дети из новых трех категорий в рамках реализации президентского поручения. Это дети из семей, где воспитываются 4 и более несовершеннолетних детей. Это дети, в которых воспитываются дети-инвалиды первой и второй группы. Это дети из неполных семей, которые имеют статус не менее трех лет. То есть это пример того, как эти инициативы помогают в реальном времени улучшать жизнь людей. И вот даже касательно, мы сейчас говорим, по части образовательных услуг, там еще есть еще одна норма была, которая была принята тоже по инициативе президента – это увеличение подружного финансирования для детей с особой образовательной потребностью. Сейчас эта норма повышена в несколько раз и составляет уже на каждого ребенка более 700 тысяч тенге. И еще также в рамках этого пакета инициатив в детских образовательных учреждениях теперь предусматриваются психологические и педагогические сопровождения детей с особой образовательной потребностью. Ну вот, как Вы уже отметили, как раз-таки глава государства уделяет большое внимание именно вопросам поддержки людей с ограниченными возможностями. Уже вот в этом месяце размер пособий увеличился. Ну вот какие еще новеллы заработали? Много разных инициатив реализуются в этом направлении. Я, наверное, расскажу о самых таких последних, которых, может быть, даже сами эксперты еще не знают. Потому что многие инициативы реализуются в режиме так нон-сток. То есть одна инициатива уже получает, так скажем, реализацию и доходит до финишной прямой, как параллельно разрабатывается очередная норма. Я расскажу, например, о следующих. Президент, например, опять же, на последнее заседание Национального совета говорил о том, чтобы необходимо создать карту востребованных объектов для лица с ограниченными возможностями. Почему? Потому что у нас многие сейчас объекты, которые строятся, они строятся уже с определенными требованиями, чтобы там имелись пандусы, специальные лифты и так далее. Но те объекты, которые были построены ранее, они не имеют соответствующей инфраструктуры. Поэтому президент дал поручение разработать карту востребованных объектов. То есть какие объекты более всего чаще посещают или нашим гражданам, лицам с ограниченными возможностями приходится посещать для решения каких-то своих жизненных ситуаций. И в рамках поручения данного поручения была составлена карта из 35 тысяч объектов по всей стране. Представляете, да? И эта карта теперь размещена на специальном сайте. Она называется «Социальная защита для инвалидов». И каждый год по 4 тысячи объектов будут адаптироваться для лиц с ограниченными возможностями. То есть специальные, вот как я говорил, пандусы, лифты, туалеты или, скажем, указатели для незрачих граждан. И до 2025 года ожидается, что 22 тысячи объектов будут охвачены данной работой. То есть это на самом деле колоссальная такая большая серьезная работа инфраструктурного плана, которая улучшит жизнь наших сограждан. Еще одна норма, которая реализована частично, но она в полном мере заработает с 1 января. Хотя времени прошло немного. Опять же, в феврале президент говорил, в частности, о том, чтобы необходимо упростить процедуру подтверждения восстановления инвалидности. Потому что нашим согражданам приходится из года в год, каждый год, проходить все эти комиссии, обходить врачей, стоять в очередях и так далее. И президент говорил, какая необходимость каждый год заново проходить все эти комиссии. Необходимо максимально просмотреть, проанализировать этот процесс и упростить. Это поручение было дано в конце февраля. И не затягивая госорганы, приступили к этой работе. С 1 октября уже работает в пилотном режиме проект по упрощению процедуры и заочного установления и подтверждения инвалидности в нескольких регионах. И в полной мере она заработает с января следующего года. То есть меньше года потребуется для реализации этого проекта. А в чем загвоздка? Это на самом деле большая работа. Необходимо интегрировать базы данных сразу нескольких госорганов. Для того, чтобы наши сограждане могли, например, получить результаты анализов и их направить дистанционно в соответствующие структуры, органы для получения необходимых справок. То есть мы тем самым упростим, оптимизируем и облегчим просто жизнь наших сограждан, которым каждый год, как я уже говорил, приходится обвивать пороги, проходить через все эти комиссии и так далее. Вот некоторые просто примеры. Тут еще и большая психологическая нагрузка. Конечно, безусловно. Ну вот правозащитная тематика одна из доминирующих в поручениях президента. Вот каким образом реализуется блок, направленный на защиту прав? По правозащитной части на самом деле реализовано очень много инициатив. И президент, как вы знаете, уделяет этому вопросу особое внимание. И в прошлом году в своем послании, и в этом году правозащитной тематике президент выделил специальный блок. Это одна из новшеств президентского послания. И для того, чтобы ориентировать в целом государственные органы на системную работу по защите прав человека, президентом был подписан в июне, как вы знаете, указ о комплексном плане по защите прав человека. Там предусмотрено очень много разных пунктов. И сейчас идет работа по реализации всех этих инициатив. Из последних реализованных инициатив в качестве примера могу просто рассказать, что президенту в свое время было дано поручение о том, чтобы все пенистарные учреждения и учреждения здания полиции должны быть охвачены системой видеоконтроля. Это тоже достаточно серьезная, большая работа. Представляете, сколько у нас данных учреждений, объектов, какие площади занимает помещение в этих объектах. При этом еще президент дал не просто поручение оснастить камерами, он дал поручение, чтобы не допустить слепых зон. Сейчас эта работа уже начата. Правительство уже одобрило бюджет для системы пенистарного учреждения на 2021 год. В целом на следующие три года уже сразу охвачены, уже выделены средства на 2021 год. А для учреждения полиции, для учреждения полиции, для департаментов полиции выделены средства из местных бюджетов. В Западно-Казахстанской области эта работа уже завершена. То есть средства выделены и уже установлены камеры. До конца года, я буквально на днях разговаривал с руководством Министерства внутренних дел, до конца года ожидается, что все департаменты полиции, учреждения полиции также будут охвачены уже системы видеоконтроля. Это более 16 тысяч камер. То есть, опять же, достаточно меньше времени потребовалось для полной реализации поручения президента. Ну вот остановимся на блоке политических реформ. Да, это вот ваш конек. Тоже инициатива главы государства. Вот в этом году впервые прошли прямые выборы сельских акимов. Вот на ваш взгляд, насколько удалась эта кампания и вообще какие перспективы ожидаются? Ну, по этой теме я действительно могу говорить долго, потому что есть о чем говорить. Достаточно объемный блок информации у нас по части реализации политических реформ. Вы знаете, что президентом Константиновичем Тукаевым уделяется этому направлению достаточно серьезное внимание. Президентом уже выдвинуто 4 пакета политических реформ. В рамках только политреформ принято 10 законов. За 2 года я подчеркну, потому что кто разбирается в особенности законотворческого процесса, понимает, что разработка, прохождение одного закона занимает достаточно много времени. А тут за 2 года только в части политических реформ было принято 10 законов. И один из таких последних значимых документов был подписан президентом в конце мая о внесении изменения закона о выборах, согласно которому, как вы уже упомянули, в июле, 25 июля, состоялись первые прямые выборы сельских акимов. В рамках этого закона было новшество не только по введению прямой выборности акимов, также на этих выборах заработала еще одна президентская инициатива, это внесение в избирательный бюллетен графы против всех. То есть сразу же на этих выборах заработали несколько норм, несколько инициатив из президентского пакета политреформ. Ну, компания на самом деле все еще идет. Мало кто знает, что на самом деле выборы завершились не 25 июля. Фактически каждое воскресенье в том или ином регионе у нас сейчас проходят выборы сельских акимов. Почему? Потому что у нас в стране более 2300 акимов сельских округов. И в этом году состоялись в июле выборы в 730 округах, после этого еще выборы состоялись еще в 80 округах. И также они будут продолжаться. Почему? Потому что выборы будут продолжаться по мере истечения полномочий, ранее избранных косвенным образом через маслехаты сельских акимов. То есть в этом году получается у нас более 800 акимов будут избраны. В следующем году более 300, потом более 400, более 500. И вот так вот у нас корпус сельских акимов полностью обновится. Но на данный момент уже в тех округах, где прошли выборы сельских акимов, а я, как я уже говорил, более 800 в сельских округах прошли выборы, процент обновления составил более 52%. То есть пришли абсолютно новые люди. Вот вчера вы читали в новостях, было сообщение, что, например, Акимом Талгара стал врач. И точно так же во многих других регионах достаточно большой процент среди избранных акимов самовыдвиженцев. Те, которые выдвигались не от политических партий, а выдвинулись сами. То есть у них тоже появился шанс быть избранными, они воспользовались этим шансом и тоже прошли. То есть эти выборы позволили как и активным гражданам реализовать свой общественный, гражданский, политический потенциал, так и гражданам, сельчанам, сельским жителям, избирателям воспользоваться своим правом, возможностью избрать своего представителя, избрать своего кандидата и тем самым влиять на общественные процессы. И надо сказать, я вот в самом начале нашего разговора говорил, что многие реформы у нас носят пакетный характер. В каком смысле я еще раз хочу подчеркнуть особенность президентских реформ? В том, что эти реформы, инициативы реализуются не в отрыве друг от друга или, так скажем, в одиночном режиме. Они все, инициативы, подкреплены разными другими инициативами. Например, когда мы говорим об введении прямой выборности сельских акимов, это подразумевает, что должен формироваться механизм управления, внедрения сначала, а потом управления бюджетом четвертого уровня. Для этого несколько тысяч сотрудников аппарата сельских акимов прошли через обучение. Заработная плата сельских акимов также была повышена. То есть раньше это было 130 тысяч тенге, сейчас около 400 тысяч тенге. То есть, как мы видим, все эти инициативы имеют подкрепление самых разных сторон. Ерлан Тумбайч, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы, успехов вам. Спасибо. А я напомню, уважаемые телезрители, что у нас в гостях был помощник президента Республики Казахстан Ерлан Карин. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова